Я волнуюсь, и я не буду пытаться произнести. По памяти я первый раз в студии почитаю вслух. Сегодня утром я был в больнице у Олега Кашина. Ему сделали очередную операцию. Хирургически восстановили в прямом и переносном смысле этого понятия лицо российской журналистики. В ночь с 5 на 6 ноября 2010 года около подъезда своего дома на Пятницкой улице в Москве был зверски избит Олег Кашин, журналист издательского дома «Коммерсант». Неизвестные лица, нападавших было двое, поджидали журналиста, спрятав тяжелую металлическую арматуру в букеты цветов. Они жестоко избили репортера. У Кашина, согласно официальным сводкам, были перебиты обе голени, сломаны нижние и верхние челюсти, а также оторваны фаланги нескольких пальцев. Эти кадры сумели разыскать журналисты агентства «Лайф Ньюз». Уже через несколько дней их показали все федеральные каналы. Девочки, которые работали с Олегом в отделе, они сидели и плакали, потому что, конечно, видит такое. Одно дело, когда видишь кого-то неизвестного человека, бьют, а другое дело, видишь, что человек с которым ты работаешь, ты дружишь, общаешься. Для меня тоже, конечно, шок был. Это надо было показать. Рано утром 6 ноября, на следующий день после покушения на журналиста у здания Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве, на улице Петровка, 38, появился молодой человек с плакатом «Избит Олег Кашин. Я требую найти заказчиков и исполнителей». Этот человек встал в одиночный пикет. Его зовут Виталий Шушкевич. Добрый день. Добрый день. А какой в этом смысл? Надо напоминать. Зачем? Зачем они забудут. Кто забудет? Все забудут. Общество, прежде всего. А что это может изменить? Ну, напомнили, и что? Кто-то очухается. Да нет, ну понятно, что ничто не может изменить, ничего и сидеть дома, пить чай с вареньем, а летом все брать ягоды, вернее. Тем не менее. Ну, мы поняли, что просто если мы сейчас один раз выйдем и скажем, что вот найдите немедленно тех, кто это сделал, ничего не произойдет. Ну, власть привыкла к тому, что кто-то бузит время от времени. Поэтому мы захотели сделать так, чтобы это было постоянным таким давлением, да, постоянным каким-то процессом пикетов. И для того, чтобы их сделать, нужно было, чтобы каждый час кто-то сменял друг друга на этой Петровке. Было очень холодно. Было создано же сообщество, в котором я вешала график, значит, прям на каждый день, то есть там, например, с 10 часов утра, я просто не помню, со скольки, но помню с 10 часов утра. И там до какого-то вечера. И говорила, что ребята, записывайтесь. Таким образом, мы неделю отстояли каждый день в Петровке с одиночными пикетами. На улице было холодно. Участники пикета заходили в ближайшее кафе по Греции обсудить, что еще можно сделать. На пикет собрались в основном молодые журналисты в возрасте от 20 до 30 лет. Репортеры, умеющие работать в команде, умеющие писать. Они решили ответить как журналисты, создать сайт и сделать газету. Еще раз повторяю, это была работа огромного числа людей, потому что там сайт программировал один человек чуть ли не из Питера, дизайнил другой, платил за домен третий. То есть это была куча совершенно не связанных толком никак людей. Я там поднимал боевой дух команды, исполняя хулиганские песни под гитару на кухне. И впоследствии занимался наполнением сайта, собственно, Олег Кашин. Создав уникальную редакцию из журналистов разных изданий, активисты сумели организовать и печать газеты, вышедшей тиражом 30 тысяч экземпляров, которую так и назвали Олег Кашин. Когда мы забирали тираж газеты Кашин, это было раннее утро субботы, типа 6 утра, по-моему, субботы, вот так, спустя ровно неделю, получается, после нападения. Когда я загружал в багажник своей машины вот эти самые 10 тысяч экземпляров этой газеты и понимал, что, блин, мы это сделали. В то же время редакция интернет-издания OpenSpace, в котором Кашин сотрудничал как автор, начала сбор подписей под обращением к президенту России. В тексте говорится «Журналист в России, наконец, должен быть защищен. Власть несет прямую ответственность за безопасность работы средств массовой информации в стране». За четыре полных дня под обращением подписались около трех тысяч человек, из них более полутора тысяч журналистов. Среди подписавших обращения главные редакторы влиятельных изданий и тех, кто начал свой творческий и профессиональный путь. Президент России Дмитрий Медведев быстро отреагировал на зверское избиение журналистов. Глава государства на встрече с журналистами российской газеты заявил, «Кто бы не был причастен к этому преступлению, он будет наказан, независимо от его положения». По одной из версий, нападение могли организовать активисты прокремлевского молодежного движения «Молодая гвардия». В августе 2010 года на их сайте появилась статья «Журналисты-предатели должны быть наказаны», в которой говорилось «Журналисты-коммерсанты не просто враги всего российского народа, но и самые настоящие предатели». Материал был проиллюстрирован фотографией Олега Кашина, со штампом «Будет наказан». И вот тогда, год назад, была почти уверена, что ничего не было, что никого не найдут. Невозможно было пропустить туда. При том, что впоследствии мы уже увидели, как его били, вот это было самое страшное. И мы поняли, что его били как журналиста, вне зависимости от того, что там потом, какие версии были. Его били по ногам, по рукам и по челюсти. В центре города, на глазах дворников и видеокамер, арматуры, так бьют человека, и через год нет ничего по этому поводу. Это, ну, это просто такой вот фон. Это просто в очередной раз нам показывают, что ни один журналист в этой стране не может ходить, не оглядываясь. На самом деле следствие, в общем, знает уже все. И Олег, я думаю, знает. Он, разумеется, этого никому не скажет. Ну, знает или, по крайней мере, догадывается. Наверное, в этом смысле идеальным вообще для всех, для мировой гармонии было бы вот это самое политическое решение о том, что мы сейчас это дело раскрываем, раскрываем его по-честному, предъявляем всем, предъявляем сообществу, предъявляем обществу всех виновников. Но я, честно говоря, в это просто слабо верю. Ну, я надеюсь, что оно будет раскрыто, и я не верю, что это невозможно сделать, что невозможно его раскрыть. Но поскольку действительно в деле крутится очень много каких-то политических имен, да, то решение о раскрытии дела будет политическим, как не прискорбно об этом говорить. В первую годовщину со дня покушения Олег послал своему следователю сообщение. «Скорый год. Вы никого не поймали. Что мне делать?» ОтLER «Скорый год».